друзья всем привет в этом видео будем говорить с вами про луну в знаке зодиака овен и поговорим как она проявляется в гороскопах мужчин девушек деток карьере и личной жизни и если вам сложно дается сопоставление и соединение функций планеты со знаком зодиака то это видео однозначно будет для вас полезным а это канал astro guide твой проводник мир астрологии простыми современным языком я его ведущий александра ващилка поехали ведической астрологии луна играет очень важную роль и давайте мы с вами вспомним основные функции луны она управляет у нас умом эмоциями инстинктами и внутренней гармонией и от нее зависит наше настроение наш внутренний комфорт и чувство безопасности именно луна определяет нашу чувствительность эмпатию способность к сопереживанию и умение ладить другими людьми и также луна определяет нашу способность к восприятию информации и формирует наши мысли чувства управляет нашей памятью воображением творческими способностями и в астрологии луна также символизирует подсознание и интуицию и также ассоциируется с материнством и защитой да то есть дарует нам чувство безопасности и уюта и отвечает за нашу привязанность к дому к семье и близким людям и давайте мы с вами рассмотрим какие характеристики дает человеку положение луны в знаке зодиака овен потому что овен это самый первый и огненный знак зодиака который управляется планетой марс да и соответственно этот знак зодиака славится своей смелостью энтузиазмом стремление к действию и олицетворяет начало чего-то нового ну как самый первый знак зодиака в зодиакальном круге и луна в овне олицетворяет вот тоже начало энергию инициативность все идет от ума и ум в данном случае очень шустрый и церемониться не будет поэтому люди с луной в овне могут стать прирожденными лидерами они амбициозны не боятся проявлять инициативу решительность уверенность в себе и такие люди не боятся брать бразды правления именно в свои руки нести ответственность и скажем так добиваться поставленной цели как профессиональной так и в личной жизни и вот это их энергия и энтузиазм конечно же делают их такими отличными инициаторами инноваторами они не боятся рисковать их не пугает неизвестное или незнакомое луна в овне придает таким людям смелость для начала новых проектов и способность вдохновлять других именно своим примером и благодаря этому они могут быстро скажем так мобилизовать ресурсы и людей для достижения своих целей либо общих целей и они склонны принимать быстрые решения гораздо раньше чем это смогут сделать другие люди что опять же помогает им достаточно уверенно двигаться по жизни вперед и такие люди не уклоняются от проблем и они готовы противостоять им лицом к лицу и особенно успешны в таких ситуациях когда вот другие отступили бы и луна в овне дает людям именно соревновательный дух конкуренцию и вот они преуспевают в разного рода скажем так соревнованиях они любят побеждать они не любят проигрывать и это также может стать отличным мотиватором успеха да поскольку они вот постоянно стремятся быть лучшими во всем что они делают и первыми во всем что они делают и вот эта склонность к соперничеству может стать такой сильной движущей силой для достижения успеха в разных сферах жизни их эмоциональная прямота честность также являются достаточно важными чертами в поведении и они не любят ждать или ходить вокруг да около и они редко скрывают свои чувства и предпочитают достаточно открыто выражать свои мысли и эмоции и вот именно эта открытость способствует честности во взаимоотношениях и может помочь и как бы выделяться из толпы хотя и требует от них умение сдерживать свою иногда слишком прямолинейную манеру общения чтобы избегать конфликтов и однозначно такие люди ценят свою свободу они не любят полагаться на других проявляют высокий уровень самостоятельности и независимости и они часто предпочитают работать именно в одиночку или на должностях где у них есть вот этот значительный контроль своей деятельности и люди с такой позиции часто предпочитают конечно же брать на себя инициативу именно в социальных и каких-то личных отношениях и они предпочитают самостоятельно принимать решения и руководствоваться только собственным мнением собственными убеждениями что опять же часто приводит к быстрому и эффективному решению разного рода проблем то есть они не не слушают мнение окружающих и вот эта их способность действовать независимо конечно же является сильным активом важным активом особенно в ситуациях когда требуется быстрая реакция или когда необходимо взять на себя ответственность без ожидания поддержки от других людей и вот эта независимость распространяется в том числе и на личную и на семейную жизнь где они опять же не боятся отстаивать свои потребности и свои желания и в обычной жизни такие люди часто являются душой компании внося в эту яркость и динамику в любое общение и их природный шарм и энергия притягивают вот к ним как бы других людей и делают их популярными и любимыми именно в своем окружении и и они конечно же любят быть в центре внимания и часто находятся там благодаря вот именно своей способности быстро реагировать и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам таким образом луна вовне предоставляет скажем так человеку достаточно много положительных черт особенно таких как лидерство энергия прямота независимость вот соревновательный дух однако несмотря на многочисленные сильные стороны конечно же существуют определенные отрицательные характеристики людей вот у которых гороскопе имеется положение луны вовне и эти отрицательные качества конечно же могут осложнять их жизни и взаимоотношения с окружающими их людьми и одной из наиболее характерных таких отрицательных черт является склонность к импульсивности и неосмотрительности и они конечно же склонны принимать решения под влиянием скажем так момента быстро стремительно не учитывая потенциальных последствий не прогнозируя наперед что опять же порой приводит к поспешным и плохо обдуманным решениям и поступкам либо какому-то рискованному поведению и потенциально опасным ситуациям до что впоследствии конечно же может вызывать сожаление и проблемы как в личной жизни так и на работе то есть например они могут совершить какую-то крупную покупку не принимая во внимание именно свое финансовое положение на текущий момент или они могут внезапно как-то сменить работу опять же не думая о долгосрочных последствиях и такие люди могут быть склонны к быстрым и резким изменениям настроения могут иметь достаточно вспыльчивый взрывной характер взрывную реакцию на события и может быть достаточно сложно контролировать свой гнев и агрессию что опять же может приводить к конфликтам и напряженности в отношениях с другими людьми и в один момент они могут быть энтузиастами и полны энергии а в другой быстро стра и стать раздражительными или нетерпеливыми и в крайних случаях могут стать даже очень конфронтационными или агрессивными и вот как правило таких людей очень легко на самом деле завести их реакция и настроение вспыхивает как спичка но также быстро они отходят после своей бурной реакции то есть например их вот такая импульсивная натура может привести скажем так ненужным конфликтам в отношении поскольку они могут отреагировать на ситуацию не до конца даже понимая ее и не оценив ее полноценно да не оценив все водные данные и кроме того люди с луной вовне конечно же очень нетерпимы каким-либо задержкам препятствиям или чему-либо что их замедляет поэтому однозначно таким людям следует учиться контролировать и управлять своими эмоциями чтобы вот избегать этих конфликтов и недоразумений с окружающими людьми также люди с луной вовне могут быть достаточно эгоистичными эгоцентричными они могут ставить свои потребности и свои желания выше других и могут испытывать трудности сочувствием или пониманием точек зрения от других людей это может восприниматься окружающими в том числе как недостаток эмпатии или нежелание сотрудничать или идти на компромиссы и люди с таким положением луны также могут испытывать однозначно трудности с поддержанием именно долгосрочных отношений опять же из-за своей склонности вот к этой какой-то переменчивости и непостоянство и их стремление к новизне и переменам иногда на самом деле может мешать чтобы выстраивать глубокие стабильные отношения да в результате чего они могут казаться поверхностными и ненадежными в глазах своих партнеров и друзей и опять же их вот врожденная склонность к риску может быть как вот сильной стороной так и слабой стороной то есть например финансовых делах и вот в управлении ресурсами они могут проявлять вот эти качества то есть они совершают быстрые и агрессивные действия что опять же может приводить к нестабильности особенно в финансовом плане и каким-то потенциальным потерям убытком особенно если они пренебрегают тщательным планированием и анализом и из-за быстроты их реакций опять же может страдать качество и потом придется дополнительно вкладывать ресурсы чтобы все переделать и в целом как-то сделать даже хотя бы по уму и таким образом хоть положение луны вовне конечно же наделяет в человеком множеством сильных качеств ну то есть как мы с вами обсуждали энергии инициативность уверенность но она конечно же также несет ряд вызовов которые требуют развития вот этих навыков самоконтроля планирования взаимодействия с другими людьми для достижения опять же гармонии в жизни и выстраивания вот этих долгосрочных отношений с другими людьми поэтому друзья если вы столкнулись ситуации что в вашей жизни имеются какие-то сложности с позиционированием установлением контакта с другими людьми вам сложно реализовать себя по максимуму не хватает сил и энергии отсутствует мотивация и вы словно прокрастинируетесь топчете на месте и вам сложно добиваться нужных вам результатов я вас приглашаю к себе на интенсив узнай секрет своего гороскопа где вы получите конкретную стратегию действий чтобы опять же реализовать свой потенциал просто по максимуму чтобы завоевать любовь публики завоевать признание стать успешным больше зарабатывать легко заводить новые полезные знакомства а также быть всегда энергетически заряженным мотивированным и проживать свою жизнь удовольствия и все эти секреты кому и что надо делать чтобы достичь вот этих ошеломляющих результатов на самом деле уже прописаны вашем гороскопе просто надо знать что и как посмотреть причем я на самом деле этот интенсив создавала для абсолютных новичков в астрологии поэтому вы научитесь строить и расшифровывать свой персональный гороскоп самостоятельно но также интенсив уже прошли практикующие астрологи мои коллеги которые тоже отметили для себя очень полезные и интересные фишки и на данный момент успешно применяют их в своих консультациях поэтому вся информация про интенсив будет по ссылке в описании под этим видео и я вас жду на интенсиве ведь это очень хорошая инвестиция в свое будущее а мы идем далее давайте подробнее поговорим про девушек которых луна находится вовне в гороскопе луна на самом деле очень сильно влияет особенно на девушек и девушки у которых луна находится вовне отличаются именно своей энергичностью и решительностью независимостью они обладают внутренней силой и уверенностью которая проявляется во всех сферах их жизни то есть отличные отношения до профессиональной деятельности и одной из самых выраженных черт конечно же является вот этот лидерский потенциал и они часто берут на себя инициативу особенно в сложных ситуациях и не боятся ставить перед собой какие-то очень амбициозные цели и эти девушки способны вдохновлять других своей энергией своей активностью они очень инициативны и идейны что опять же делает их отличными лидерами и организаторами и они всегда прямолинейны и откровенны и часто без колебаний заявляют о своих потребностях о своих желаниях и вот эту напористость иногда можно конечно же воспринимать как агрессивность но она исходит вот именно из этой врожденной потребности в честности в прозрачности во взаимодействии с другими людьми и в эмоциональном плане такие девушки тоже склонны к импульсивности то есть их эмоции они могут вспыхивать достаточно внезапно ярко что порой приводит к спонтанным и не всегда продуманным решением и они как правило живут все-таки эмоциями здесь и сейчас что опять же может быть как источником невероятной харизмы так и причиной непредсказуемости в поведении и вот это поведение не поддается каким-то даже логическим обоснованиям и не всегда понятно окружающим и такая позиция луны также наделяет девушек большой степенью независимости и они предпочитают самостоятельно принимать решения и редко полагаются на мнение других то есть существует только их мнение и неправильное скажем так и они самостоятельно решают разного рода проблемы и стараются конечно же быть самодостаточными однако такая независимость может иногда переходить в упрямство и желание всегда быть правой и эти девушки могут испытывать трудности в принятии вот критики со стороны и каких-то альтернативных точек зрения и вот как баран стоят на своем что опять же может приводить конфликтом особенно вот в близких отношениях и в тех отношениях которыми они дорожат и их стремление доминировать иногда может восприниматься окружающими как агрессивность или невнимательность к чувствам других и вот в личной жизни такие девушки тоже они полны страсти они независимы и они очень активны и конечно же ищут партнеров которые могут уважать их вот эти потребности в этой свободе и независимости и поддерживать их желание к постоянной самореализации как в личной так и в профессиональной сфере при этом сохраняя взаимное уважение гармонию и взаимопонимание в отношениях девушка с луной вовне как правило все-таки стремится к равноправным отношениям где оба партнера имеют равные права и обязанности но однозначно она будет стремиться все-таки проявлять лидерство и тянуть в каком-то смысле одеяло на себя она не склонна подчиняться или быть какой-то независимой от кого-то до быть просто девочкой что опять же может быть с одной стороны как преимуществом так и источником напряжения особенно если партнер предпочитает более традиционные роли в отношениях и вот это ее естественная жажда приключениям опять же может заразить партнера делая их совместную жизнь и полной волнений каких-то новых впечатлений эмоций и также эмоционально такие девушки могут быть очень взрывоопасны особенно если они чувствуют что их независимость каким-то образом угнетаются или их потребности не учитываются и когда дело касается любви такая девушка представляет собой скажем так дикую и непредсказуемую силу природы а ее вот эта импульсивная страстная натура конечно же делает отношения романтические отношения очень захватывающими полными динамики разного рода вызовов хотя вот ее желание к независимости всегда остается на первом плане то есть такая девушка она как любовный авантюрист всегда ищущий новые и острые ощущения да то есть скажем так такая романтическая индиана джонс но как только произойдет привязанность к своему партнеру тогда она готова проявить вот именно всю силу своей преданности и от своего партнера конечно же такая девушка тоже требует прежде всего честности верности преданности и она не играет в игры когда дело касается доверия вот только попробуй накосячить и тогда на самом деле будешь очень быстро исключен из ее жизни навсегда далее далее у нас мужчины мужчины с луной вовне и такие мужчины конечно же очень уверены в себе достаточно напористы и они энергичны полны энтузиазма всегда находятся в движении как минимум в умственном движении и они способны принимать достаточно быстрые и решительные действия им конечно же нравится проявлять инициативу они храбры и не боятся рисковать часто следует своему сердцу даже если это означает что надо идти против норм и правил и они не боятся трудностей преуспевают в ситуациях требующих смелости решимости и они часто первыми начинают какой-то новый проект воплощают в жизнь какую-то идею и ими движет пламенные страсти вот этот авантюрный дух потребность выразить свою независимость их эмоции сильны и подпитывают вот и их эмоции подпитывают их желания и амбиции и этих мужчин часто считают лидерами из-за их врожденной способности брать на себя ответственность и достаточно быстро принимать решение и конечно же иногда это может привести к импульсивному поведению но на самом деле такой их врожденный энтузиазм и интерес к жизни часто помогают им преодолевать разного рода жизненные взлеты и падения и такое поведение однозначно проявляется абсолютно везде и в карьере и в отношениях и при занятии своими хобби и дополнительно можно отметить что такие мужчины не любят когда их как-то контролируют или говорят им что надо делать потому что они сами прекрасно знают что им надо делать и в плане карьеры эти мужчины также преуспевают особенно на должностях где необходимо брать на себя инициативу генерировать новые идеи находить новые направления и каким-то образом проявлять свои творческие способности и они также являются прирожденными предпринимателями и благодаря своему бесстрашному подходу и своему инновационному мышлению они способны на самом деле добиваться хороших результатов в личных отношениях такие мужчины и конечно же очень страстные любовники и они не боятся выражать свои чувства они привносят пламенную вот страсть энергию в свои романтические отношения и конечно же активно демонстрируют свой интерес к объекту любви именно своими действиями и и поступками но и словами в том числе в романтической жизни такие мужчины ищут острые ощущения конечно же новые приключения смелых и предприимчивых партнерш эти мужчины любят завоевывать им нравится чувство вот этих новизны и вызовов в любви и в отношениях и они конечно же предпочитают быть в центре внимания своей партнерши и часто делают все возможное чтобы каким-то образом впечатлить ее завоевать ее и иногда такие мужчины могут быть слишком напористыми или агрессивными и их страсть может быстро превратиться в раздражение если они чувствуют что их потребности не удовлетворяются или их независимость каким-то образом ограничивается и такие мужчины высказывают свое мнение вот прямо в лоб и они предельно честны даже если это может задеть чьи-то чувства про чьи-то чувства они не думают да и вот собственно они ожидают такого же уровня прозрачности в отношениях от своей партнерши и конечно же ценят прямоту несмотря на свою потребность независимости мужчины конечно же с луной вовне глубоко преданы и лояльны своему партнеру особенно когда речь заходит о серьезных и долгосрочных отношениях и они на самом деле готовы проявить заботу и предоставить защиту своему партнеру то есть вот стремясь обеспечить вот эту безопасность и удовлетворение потребностей своей спутницы однако таким мужчинам может быть сложно контролировать свои эмоции особенно когда дела идут совершенно не так как ему хочется и они теряют вот это хладнокровие и могут совершать совершенно импульсные действия и поступки что может привести к каким-то проблемам в отношениях и кроме того они могут быть весьма собственническими и ревнивыми однако для гармонии в отношениях все-таки необходимо научиться контролировать свои порывы и стремление к доминированию дают чтобы создать вот именно здоровую поддерживающую атмосферу для обоих партнеров им как правило нужна девушка которая может соответствовать их пламенной энергии и вот этой неистовой страсти способны разделять их увлечения поддерживать их амбиции и для них очень важно чтобы отношения были основаны на взаимном уважении на взаимном понимании а также чтобы партнерша умела управлять вот их иногда бурным темпераментом поэтому в целом мужчины с луной вовни обладает такой достаточно смелой магнетической энергией которая на самом деле привлекает окружающих именно своей харизматичностью и амбициозной натурой и не всегда живут своей жизнью да то есть не подстраиваясь под других и они всегда готовы к новым приключениям к новым испытаниям но давайте мы с вами обсудим более подробно какое влияние оказывает луна вовни все-таки на личную жизнь и семейную жизнь и человека то есть как в целом так и в частности если луна находится в седьмом доме или является управителем седьмого дома потому что так она оказывает еще более сильное влияние на человека и конечно же в таких отношениях однозначно проявляется страсть и импульс и люди как будто готовы взять быка за рога и они склонны быть инициаторами отношений и быстро объясняются в любви то есть долго не церемониться и такие люди серьезно относятся к своим эмоциям и ожидают что партнеры конечно же ответят им взаимностью как только они влюбляются они становятся яростно преданными и защищают своего партнера однако их стиль заботы иногда может показаться каким-то таким контролирующим из-за вот этого напористого характера и страсть присущая в отношениях конечно же может быть как вдохновляющий так и истощающий особенно для тех кто находится рядом и предпочитает более спокойный и взвешенный подход к жизни и кроме того люди с луной вовне склонны проявлять достаточно быстрые изменения настроения и вот они могут проявлять эмоциональные всплески в отношениях что опять же делает их реакцию на ту либо иную ситуацию достаточно непредсказуемой да и вот в отношениях происходят эти эмоциональные качели и например такие люди могут спонтанно как-то влюбляться либо быстро остывать особенно если чувствует что романтика вот угасает либо становится слишком предсказуемой или вот сейчас все хорошо а через 10 минут настроение поменялось и образуется какая-то претензия к партнеру импульсивность и стремление к независимости также могут привести к трудностям долгосрочных обязательствах и такие люди могут бороться с ограничениями или какими-то ожиданиями которые накладывает на них вот это партнерство что опять же может вызывать конфликты особенно если такие люди чувствуют что их личная свобода как-то ущемляется и людей с луной вовне конечно же привлекают партнеры столь же независимые и волевые как и они сами и им нужен партнер который сможет справиться с их вот этой огромной энергией и не как-то уклоняться от разного рода жизненных испытаний и они ценят честность прямоту уверенность в своем партнере и когда мы с вами говорим про совместимость то практикующие астрологи знают что очень важно сравнить в каких знаках у партнеров находится луна да потому что это указывает именно на совместимость психологического характера и показывает насколько будет людям находиться друг с другом именно в ментальном плане комфортно и в каком и каким будет взаимопонимание в паре и вот как правило люди с луной вовне конечно же хорошо ладят с другими знаками которые готовы вот выдержать их вот эту энергию и разделить их авантюрный дух страсть креативность энтузиазм и которые могут понять и принять вот это стремление к независимости в отношениях но все-таки люди с луной вовне наиболее совместимы с лунами именно других огненных знаков такими как луна во льве либо луна в стрельце отношения с людьми с луной в водных знаках такими как луна в раке либо луна в рыбах могут быть на самом деле непростыми потому что водные знаки как правило они более эмоциональны и чувствительны до в то время как люди с луной вовне конечно могут показаться грубыми и бесчувственными и возможно людям с луной вовне придется все-таки научиться более внимательно выражать свои чувства чтобы избежать вот этот вот этих обид от их чувствительных партнеров но тем не менее луна вовне способствует развитию достаточно сильной страсти и искренности в отношениях и есть люди часто ищут захватывающие авантюрные отношения которые опять же поддерживают их желание к приключениям и к новым открытиям они на самом деле очень преданны лояльны когда чувствуют что их партнер разделяет их энтузиазмы и уважает их потребность в независимости но давайте мы поговорим с вами далее про о луну в знаке овен и ее влияние на карьеру и выбор профессии человека и как мы с вами обсудили у таких людей достаточно высокий уровень энергии они очень инициативны предприимчивы способны быстро реагировать на новые вызовы и возможности именно в рабочей среде и они часто проявляют свои лидерские качества и конечно же они способны вдохновлять коллег своим примером что опять же делает их такими отличными кандидатами на руководящие и управленческие позиции и кроме того их напористость может позволить им заключать более выгодные сделки что опять же приведет к увеличению финансовой выгоды в том числе людей с таким положением не устраивает какой-то определенный статус либо определенная должность на длительный срок то есть грубо говоря чтобы просто устроиться на работу и вот отсидеться там до пенсии они всегда ищут пути совершенствования и новых подходов каких-то вот инноваций они склонны к риску они любят экспериментировать пробовать новое хотят быть первыми не боятся принимать решения в условиях неопределенности и вот постоянное стремление к самосовершенствованию делает их конечно же первоклассными специалистами особенно в быстро и постоянно развивающихся отраслях и вот это их способность мыслить нестандартно и привносить свежий взгляд свою работу конечно же является очень важным преимуществом способствующим росту в прогрессу где бы они ни находились а их предпринимательский дух вот этот оптимизм уверенность своих способностях конечно же побуждают их начинать бизнес или возглавлять проекты которые другие могут счесть слишком сложными и эти люди могут успешно работать в динамично развивающихся отраслях да и в каких-то переменчивых отраслях особенно как вот стартапы технологии медиа где все постоянно меняется надо держать руку на пульсе и также такие люди часто склонны к соперничеству и и конечно же наслаждаются острыми ощущениями от тех испытаний которые появляются на их пути и это может подтолкнуть их опять же карьере с высоким уровнем стресса да то есть такое как в продаже предпринимательство спорт службы экстренной помощи армия либо другая роль требующая инновации быстрого принятия решений и поверьте если все спокойно то они сами способны нагенерировать вот эти новые идеи которые опять же создадут вот эту стрессовую ситуацию и не только для них но и для всей команды и их стремление быть пионерами также конечно же может привести их к реализации там в искусстве где они смогут направить свой творческий потенциал в осязаемые формы и надо учитывать что такие люди конечно же нетерпеливы что опять же может затруднять выполнение задач требующих именно длительного сосредоточения и внимания к деталям и может быть достаточно сложно наводить начатые проекты до конца если они не видят быстрых результатов от своих усилий и кроме того они могут заниматься несколькими проектами одновременно и иногда им сложно расставить приоритеты и сосредоточиться на более важных делах и кроме того люди с этим положением луны также могут сталкиваться с проблемами в командной работе особенно если чувствуют что их лидерские идеи не находят должного признания в команде или не находят какой-то поддержки наоборот и их идеи начинают как-то критиковать тут бум и все а их независимые дух и вот это желание постоянно действовать как бы независимо самостоятельно иногда могут вступать в конфликт с корпоративной культурой или структурой крупных и консервативных организаций они могут предпочесть работать на себя или заняться карьерой где они могут взять на себя полную ответственность именно за свою работу никто не будет указывать что им делать однако вот это стремление к независимости конечно же может привести к финансовой нестабильности особенно на ранних этапах их карьеры и в целом луна в овне может существенно способствовать именно карьерному успеху в сферах где ценится решительность способность к быстрой адаптации лидерство и чтобы максимально реализовать свой потенциал конечно же людям с этим положением луны важно научиться управлять своей импульсивности импульсивностью развивать терпение находить способы эффективного взаимодействия с другими членами команды слышать что говорят и стараться принимать это и луна в овне также влияет на то как человек все-таки относится к деньгам и такие люди часто видят деньги как средство достижения своей свободы независимости что опять же делает их мотивацию зарабатывать деньги особенно сильной и они стремятся обеспечить себе достаточно высокий уровень финансовой стабильности чтобы действовать независимо и без каких-либо ограничений и по сути ни от кого не зависеть и никому не быть должным тем не менее импульсивные покупки или инвестиции конечно же могут стать достаточно хорошей ловушкой для людей с таким положением если они все-таки не научатся управлять своими финансовыми финансами и ресурсами с умом им необходимо развивать дисциплину научиться придерживаться бюджета чтобы вот избежать потенциальных финансовых проблем и тут может даже проиграться ситуация скажем так с палкой в двух концах сначала они могут спустить все деньги и купить то что давно хотели а потом когда есть необходимость например там вложиться в какой-то проект или инвестировать в какие-то важные стратегические цели ну которые естественно будут приносить деньги в долгосрочной перспективе то они могут начать вести себя как скряга до стараясь экономить каждую копейку только часто происходит так что экономят они не там и не на том где надо поэтому люди с луной в овне могут добиться значительного финансового успеха однако для обеспечения стабильности и устойчивости финансов таким людям все-таки необходимо научиться контролировать свои импульсы и развивать стратегическое планирование и давайте сейчас мы с вами перейдем к обсуждению приятной темы да то есть как у нас ведут себя детки у которых луна находится в овне и и конечно же с раннего возраста такие дети проявляют живой интерес к познанию окружающего их мира они часто бывают неугомонными любопытными предприимчивыми что опять же может выражаться в постоянном движении и стремлении физической активности им очень нравится спорт нравится быть активными эти дети любят игры которые включают в себя в конкуренцию умственное или физическое усилие чтобы они смогли проявить свои вот эти лидерские качества среди своих сверстников и конечно же такие дети обожают приключения им нравится кататься на велосипеде по окрестностям или играть с какими-то там страшными и опасными животными они не боятся хватает змей дразнить других детей за то что те боятся это достаточно храбрые дети и склонны постоять за то во что они верят иногда они конечно могут быть хулиганами и чрезмерно агрессивными по отношению к другим детям но иногда они могут заступаться за издевательство над другим ребенком и встать на его защиту и так же их могут бесить другие дети которые не так опытные либо медлительны или не так любопытны как они детки слойной вовне могут быть импульсивными и перечить маме и папе когда злятся а злятся они скажем так достаточно часто когда им не удается добиться своего или им что-то не нравится им что-то запрещают это независимые дети им нравится делать все по-своему и они могут быть весьма дерзкими и такие детки быстро закипают но также быстро остывают поэтому родителям следует все-таки научиться ставить таким такому ребенку гиммифицированные задачи например кто быстрее оденется кто быстрее скушает на и тому подобное и такие детки могут быть очень болтливыми и говорить то чего не следует они могут быть также грубыми бестактными ранее чувство там братьев сестер даже не осознавая этого и как правило детки слуной вовнею все-таки умные сообразительные но иногда могут быть достаточно высокомерными в отношении того как много они знают дружбу они как правило заводят с теми опять же кто хорошо им знаком кого они хорошо знают и такие дети способны вдохновлять своих друзей также быть смелыми напористыми они знают как противостоять тем кто пытается их запугать им нравится быть первыми первыми из тех кто пробует что-то новое и вот другие дети восхищаются их смелостью первыми попробовать что-то новое и затем они также подстрекает других детей на разного рода авантюры в школьные годы дети с такой луной часто предпочитают все-таки самостоятельно принимать решение о своем обучении и могут демонстрировать сильное желание учиться именно на своих собственных ошибках они не боятся неправильно отвечать на уроки и им бывает трудно адаптироваться именно к структурированной учебной среде где требуется длительная концентрация внимания и следование определенным правилам и дети с луной вовни могут испытывать даже раздражение или неудовлетворенность когда они на самом деле чувствуют себя ограниченными или когда необходимо подчиняться каким-то авторитетом что может приводить опять же конфликтом с учителями и другими авторитетными фигурами но и с родителями в том числе их энергии и стремление к действию конечно же могут приводить к успехам в спорте либо в каких-то других вне классных мероприятиях где требуется вот эта инициативность и решимость например занятия танцами и музыкой тоже позволяют таким деткам выразить и высвободить все свои сдерживаемые эмоции и чтобы помочь такому ребенку успешно адаптироваться к школьным условиям и развитие его потенциал родителям и учителям важно предоставить достаточно возможностей именно для физической активности и для самовыражения и поддерживать вот это стремление именно к самостоятельности и признавать лидерские способности такого ребенка что опять же можно способствовать более гладкой и спокойной адаптации именно к учебному процессу и разного рода социальным взаимодействием и в таких детках действительно заложен огромный потенциал для развития именно лидерских качеств для развития независимости однако им опять же требуется понимание и поддержка вот в управлении этой огромной энергией и импульсивностью которая у них дана от рождения дату для достижения успеха как в учебе так и в личных отношениях с другими людьми и родители должны помочь направить эту энергию в правильное русло и вот давайте поговорим как раз о родителях у которых луна находится в овне и такие родители конечно же очень активны и предприимчивые воспитаниях своих детей они как правило ведут активный и динамичный образ жизни и стремятся вовлекать своих детей в разного рода физические и социальные активности конечно же желая передать своему чаду любовь вот к приключениям и к новым открытиям эти родители часто бывают инициаторами семейных мероприятий и каких-то поездок что опять же способствует вот этому укреплению семейных связей через общие воспоминания и совместно прожитый опыт и такие родители поощряют самостоятельность и самодостаточность твоих детей особенно вот с раннего возраста до стараясь воспитать в них все-таки уверенность в себе и и способность принимать самостоятельное решение однако стремительный темп и ожидание быстрых результатов от своих детей иногда могут оказывать давление на детей особенно если те не соответствуют вот этим высоким ожиданиям родителей и в отношениях с детьми такие родители могут проявлять именно импульсивность что иногда может принести к спонтанным решениям без достаточного обсуждения либо учета мнений других членов своей семьи и это может вызывать конфликты особенно с подростками которые которым нужно надо больше свободы больше независимости больше возможности выразить себя да да не то что родители сказали и кроме того родители слоной вовне могут иногда проявлять авторитарность стиль воспитания ожидая что их указания будут исполнены без возражений и хотя это может быть эффективно в некоторых ситуациях однако важно научиться все-таки балансировать между склонностью к контролю и потребностью в эмоциональной поддержке и понимании своего ребенка и тем не менее благодаря своей безудержной энергии все-таки родители с луной вовне способны создать именно активную и поддерживающую среду для своих детей их способность вдохновлять и мотивировать конечно же может помочь детям именно в развитии вот этой внутренней уверенности в себе самодостаточности достижения успеха в жизни но для таких родителей важно все-таки научиться управлять именно своей импульсивностью своими эмоциями и учитывать эмоциональные нужды своих детей чтобы обеспечить им гармоничное и счастливое воспитание то есть не бросать детей в ум с головой в решение каких-то новых задач и идей которые будут спонтанно вам пришли на ум иначе есть риск все-таки нанести своему чаду психологические травмы и напоследок давайте мы с вами еще обсудим тему здоровья луна хоть и отвечает у нас за эмоции психи и психическое состояние но находясь в энергичном и агрессивном овне она все-таки может приводить к ряду характерных проявлений в том числе и на физическом плане и во первых люди с луной в овне обладают хорошим уровнем энергии и активности и они всегда стремятся поддерживать свою физическую форму и общий жизненный тонус в хорошем состоянии они склонны как правило заниматься спортом или иными физическими упражнениями однако их склонность к риску и любовь к экстремальным видам спорта может увеличивать вероятность травм и несчастных случаев с точки зрения эмоционального здоровья энергия овна может привести к тому что эти люди часто испытывают стресс именно из-за своего стремления действовать быстро реагировать быстро импульсивность и неспособность справляться с разочарованиями или задержками разного рода опять же будет вызывать у них стресс и раздражение что в долгосрочной перспективе может отразиться на их здоровье в виде головных болей высокого кровяного давления или начнут мучить мигрени особенно в периоды высокого эмоционального или физического напряжения и людям с таким положением луны в гороскопе все-таки рекомендуется обращать внимание на достаточный отдых и вот стараться избегать этого перенапряжения и и еще одна черта таких людей что если они даже подцепят какую-то болячку там например даже простуда бронхит и так далее то они также склонны переносить ее на ногах и у них нет времени чтобы спокойно поболеть полежать что опять же приведет еще большим осложнениям поэтому таким людям однозначно рекомендуется заниматься во первых регулярными упражнениями которые помогают снизить уровень стресса и немножко управлять своей энергией до особенно полезно заниматься йогой медитацией и также для них важно научиться управлять стрессом научиться терпению чтобы их энергия служила для поддержания как физически физического так и эмоционального здоровья а не вредило им еще больше так что друзья таким был разбор луны в знаке зодиака овен обязательно поставьте лайк этому видео а если вы хотите найти свою волшебную таблетку которая поможет достичь успеха и популярности увеличить заработок найти секрет вечной мотивации и энергичности приходите ко мне на интенсив узнать секреты своего гороскопа где вы получите конкретный список действий именно по своему персональному гороскопу для успешного усиления важных сфер в своей жизни вся информация по ссылке в описании под видео и вот здесь на самом видео а с вами была саша ващилка и до новых встреч